Продолжаем к другим темам. На Китае обрушился мощнейший за 30 лет тайфун Нида. Стихия полностью парализовала жизнь семимиллионного Гонконга. Закрыты школы, офисы, остановились даже торги на бирже. Не работает общественный транспорт, отменены десятки авиарейсов. Из-за сильных волн приостановлено и паромное сообщение. Вот только представьте, скорость ветра достигала в городе 160 км в час. Циклон с легкостью вырывал с хорнем деревья, валил рекламные щиты. Вдобавок к этому на мегаполис обрушился тропический ливень. Власти призвали жителей запастись провиантом и необходимыми вещами дня натрия. Самые яркие кадры без комментариев. Ужас какой! Дойдет ли это фонда России? Обсудим с начальником ситуационного центра Росгидромета Юрием Варакиным. Юрий Евгенич вот у нас появился. Приветствую вас. Нам нужно чего-то бояться или нет? Добрый день. Нет, траектория тайфуна Нида, она, в общем-то, он будет смещаться и постепенно ослабевать на восток, северо-восток. В основном, конечно, пострадают от ливней и ветра, как сам Гонконг уже практически, и дальше на северо-восток, восток провинции Гуандун. То есть практически второго числа до конца дня по московскому времени он уже превратится в обычный циклон, и ливневые осадки распространятся в основном на юго-восточные провинции, даже до центральных провинций Китая он не дойдет. Интенсивность осадков будет по себе наслабевать. Если сейчас интенсивность в районе Гонконга на побережье 90-100 миллиметров за три часа, а у нас для сравнения в Москве месячная норма в июле 95 миллиметров за месяц, здесь 90-100 за три часа. И, соответственно, скорость ветра будет уже на второе число, на 15 часов дня по Москве, до 20-25 метров в секунду. Это уже практически сильный ветер, но это уже не ураган, а уже к концу второго числа уже скорость ветра будет в порядке 20 метров в секунду. Но впервые за 30 лет это произошло. Можете рассказать природу появления тайфуна? Такого не было три десятилетия. Почему сейчас? Это конкретно на Гонконг, потому что у нас и в 2014 году были более мощные тайфуны, и в 2015, но они выходили либо южнее, на остров Хайнань, либо на северные провинции Вьетнама, на Ханой, на приграничные районы Вьетнама и юго-запада Китайской Народной Республики, либо более мощные проходили на Филиппины, и потом траектория шла на юг Японского архипелага. Плюс были и на Тайвань выходили. То есть в целом у нас норма сезона, а тропический сезон это каждый год. Это 5-7 тайфунов за июль-август. У нас это уже порядковый номер 4, сегодня уже образовался у западного, на востоке Тихого океана, ближе к Калифорнии, 5-й, наименование получил тропический сезон Говард, но он 7 августа достигнет Гавайских островов, пройдет несколько северней Гонолулу. То есть уже 6-й порядковый. Соответственно и 7 будет до середины месяца, и может даже 8. Так что еще впереди у нас целый август. Но на российскую территорию, по крайней мере до 7-8 августа, никаких влияний, тропические циклоны, даже последующие не будут оказывать. И соответственно этот циклон только для юго-восточных провинций Китая окажет серьезное влияние. Просто Гонконг это миллионный большой мегаполис, и такие ливни, такой ветер, и плюс это высотные здания, практически Нью-Йорк азиатский. Конечно, это все очень угроза для объектов, для портовых сооружений, поэтому закрыта паровная переправа. Крупнейший в мире аэропорт Гонконга, крупнейший в Азии, и тоже рейсы отменены. То есть по фактической погоде, я думаю, раньше 2-го числа или 3-го даже числа он не перейдет на обычный функционал режима полетов. Спасибо вам большое. Все остальные учреждения тоже закрыты. С нами был Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета.